коллеги студия диалоги а ритейли продолжать свою работу на неделе российского ритейла у нас гостях михаил ванцов генеральный директор сети магазинов читай город здравствуйте здравствуйте михаил первый вопрос вы знаете сегодня и как мы говорили с аналитиками с другими участниками программы деловой несмотря на все настроения плачевну грустные настроения ритейлеров тем не менее топ 100 показал там порядка 15 процентный рост что сегодня позволяет сетям продолжать развиваться открывать новые магазины коих тоже открыл за последний год много и как вообще на ваш взгляд за последние пару лет меняется рынок доставляет шевелиться у игроков но вот мы только что были на сессии где обсуждали вопросы взаимодействия с праве с властями до государством и один из наших коллег попросил у государства восстановить спрос я не стал его разочаровывать потому что моем понимании восстановление спроса нам ожидать не стоит мы в определенном смысле моем понимании входим в зону то что называется не у нормал но не у нормал то что на самом деле спрос будет если расти то очень медленно и нам всем нужно учиться жить в этой ситуации не той которая была раньше то есть не когда спрос рост осидно быстро на мой взгляд спрос будет расти медленно но в этом нет или даже вообще не будет расти но вы на мой взгляд в этом нету трагедии потому что грубая цивилизованный мир в такой реальности живет 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 это и для них это нормально как в этой ситуации развиваться достаточно понятным образом потому что на самом деле у нас до сих пор рынок не заполнен практически по всем направлениям понятно что есть сегменты которые более или менее ну как сказать подзабиты да но на самом деле особенно территории где отсутствует много еще операторов и плохо представленным многие товарные группы этих территорий еще более чем достаточно здесь на мой взгляд конечно я тоже об этом говорил ключевой фактор это наличие торговых площадей по торговым площадям у нас по-прежнему колоссальный недобор особенно в регионах особенно в небольших городах там для нормального ритейла в принципе мало что настоящими существует то есть можно говорить о том что может быть петербург достаточно серьезно заполнен торговыми центрами допустим да почему там потому что изначально было много пустырей то есть а их можно было застроить там промзоны и пустыри было много а он например в той же москве вот то что мы видим но вот я об этом говорил критерии если нас где-то нет значит там нет торговых площадей потому что если по не то есть имея у нас за плечами под 500 магазинов которые у нас есть мы по его понятно что если то есть мы вполне экономически адекватный оператор соответственно если мы где-то не работаем значит там есть дефицит этот дефицит есть и в москве потому что во многих еще районах и города и подмосковье особенно отсутствует нормальный торговый центр я общался с девелоперами и говорю ребят ну давайте строить они говорят а где я им называю город московья лига да мы знаем город там типа ничего нет вот и это на самом вот моем понимающий серьезный вопрос и к сам главном действительно вот программа реновации все хотят вот что строительные отрасли да это драйвер и вот но на самом деле вот я тоже когда ведут разговоры с арендодателями я тоже всегда объясняю ребята ведь людям то продукт создаем мы поэтому грубо говоря если нас не будет то вам некому будет сдавать в аренду это я в общем объясняю с крису 98 года еще арендодателям на самом деле в конечном итоге большинство из них подавляющества они понимают что мы создаем этот конечный продукт для потребителя и дальше если бы у нас ну грубо говоря все заберут те же арендодатели дат у нас ну мы просто не будем нас не будет и у им некому будет это все сдавать конечном итоге мы делим вот этот пирог но мы создаем этот пирог и на мой взгляд у нас еще большое количество пирога которые можно создать и мы растем быстрее чем 15 процентов в год мы в прошлом году открыли 87 магазинов в этом году мы будем ну я мой взгляд выйдем на цифры сопоставимые понятно что мы в основном сегодня уже двигаемся в регионы и чем глубже тем тем глубже да мы пытаемся понять как работать вот в небольших городах я насколько вижу по другим операторам там уже детскому миру до например вот который отчасти вот мы книги да там детские товары ну тут есть определенная корреляция да они на мой взгляд тоже до достаточно серьезно двигаются в таком направлении то есть поня и там конечно вот эта тема площадей она очень серьезная откуда тогда берутся вот даже сегодня звучала такая тема сессии что традиционный формат торговых площадей умирает да и что нужно какие-то но и девелоперы жалуются на падение трафика в тц как с этим бороться ну на самом деле здесь встречается как бы два тренда тренд 1 которым я тоже говорил вот сегодня на сессии то что действительно сегодня но мы смотрим на запад да там же все все впереди а мире америка плачет у них проблемы с торговыми центрами огромное количество банк закрытий ведущих сетей там и прочее прочее падение там доходов что-то типа оля вот 2008 год там но только на торговый на рынке торгового прям обрушение да да но они сами при этом пишут что у них шесть раз больше этих торговых центов на душу населения чем в европе а в европе соответственно сколько-то раз больше чем у нас за вот то есть мы с одной стороны да действительно ритейл частично переходит в интернет продажу да но он переходит не весь он переходит по-разному и у нас встречается два тренда с одной стороны у нас действительно недостаток этих площадей еще колоссальный и возможности развития с другой стороны действительно требует определенных структурных перестроек и какой-то бизнес ритейл какой-то страдает больше какой-то страдает меньше те же американцы про это пишут активно то есть что страдает больше то страдает меньше то есть какие-то сегменты страдают больше какие-то сегмент страдают меньше то что падает трафик но это просто означает что ну это нормально как у нас падает спрос у торговых центров падает трафик но учитесь работать с более низким трафиком берите меньше аренду закладывайте меньше доходность потому что сегодня дешевеют деньги да так сказать доходность Надо балансировать эту тему. Всем расширять горизонты финансирования, всем расширять горизонты инвестирования. Какая альтернатива? Либо вы будете это делать и зарабатывать, но меньше, либо вы не будете это делать и не будете зарабатывать вообще. Опять вопрос готовности изменений. Да, вопрос готовности изменений, понимания этих изменений и работы в соответствии с этими изменениями. Вот как-то на фоне меняющегося спроса, соответственно, падения этого спроса, менялся ли у вас как-то ассортимент? Что-то пересматривали вы прям что-то кардинально, понимая об изменившейся потребностях покупателей? Вы знаете, мы не то чтобы исходя из потребностей покупателей, мы просто изначально, когда начинали наш бизнес, мы как-то посмотрели на запад и увидели, что там книжный бизнес, он так серьезно отделен от не книжного бизнеса, то есть там канцелярские товары и прочее. Но у нас была традиция, что книжные магазины в России продавали канцтовары и прочее. Поэтому мы изначально сосредоточились на книгах, а эти товары по сути изначально сохранили в каком-то объеме, исходя из традиции. А потом мы действительно увидели, что ситуация меняется, причем она меняется достаточно давно. И вот первый показал это, на мой взгляд, история с WH Smith, крупнейшая английская сеть, крупнейшая в Европе книжная сеть, где у них на сегодняшний момент книги составляют меньше, чем 50%, а остальное составляют, соответственно, канцтовары, сувениры и прочее, прочее, прочее. То, что связано с определенной целевой аудиторией и с определенной моделью спроса. Потому что спрос у нас в сильной степени импульсный, в том числе и на книге. Это тоже мы в свое время серьезным образом изучали. И таким образом мы действительно подстраиваем тоже, то есть мы в последние годы серьезным образом увеличили вот эту долю комплиментарных товаров на ту же целевую аудиторию, на ту же модель потребления, потому что это реально создает больше возможностей. То есть это действительно экономически эффективно, и это создает просто у нас больше возможностей для аренды, для всего. То есть это просто повышает эффективность бизнеса. Я думаю, что в этом направлении сегодня, ну вот в нашем сегменте двигаются все. И тот же Бартсен Нобелл, который, крупнейшая мировая сеть, который сегодня испытывает проблемы. Их основная проблема в том, что их бизнес был построен в другую совершенно эпоху. И для того, чтобы все это перестроить, нужны колоссальные инвестиции. И действительно, это очень тяжелая история сегодняшняя. И поэтому у них есть проблемы. Нам в этом проще, да? Мы все растем с нуля, и нам не надо все перестраивать. Мы растем уже в текущей нормальности, да? Вот этой вот ситуации. Скажите, а какое... Вот сейчас звучит много всяких технологических терминов, как там бигдата, еще что-то. Насколько вы видите в этом потенциал для анализа вот именно своей аудитории со своими вот достаточно узкоспециализированными товарами? Как-то вы работаете в этом направлении? Ну, мы работаем в этом направлении вообще изначально. Я, в общем, в свое время закончил Мехмат. Да, понятно. Откуда ноги будут тратить. Да, да. И поэтому у нас есть много собственных наработок в то, что сейчас называется бигдейта. На самом деле просто это данные, да? То есть аналитика, да. То есть мы их старательнейшим образом собираем по всем направлениям, обрабатываем, изучаем, делаем, например, технологии, анализы. И мы это используем крайне активно, потому что, ну, реально, особенно для больших сетей, ну, чем... Ну, статистика знает все, да, так сказать. Ну, это действительно серьезнейший инструмент, который мы действительно используем. И, ну, потому что ритейл — это же технологии. Технологии, эффективность технологии, она без данных, без анализа, она не работает. Это единственный способ, наверное, которым можно посчитать эмоции и спрогнозировать их. Ну, в определенном смысле, да, потому что, ну, здесь же есть такая фраза, что лучше информация — это деньги. Да. Тогда последний вопрос. Я его задаю сегодня всем. У нас, у ритейл.ру в этом году 18 лет с момента основания. И мы решили это как приурочить, вот как совершеннолетие отрасли. На ваш взгляд, а вы работаете в розничном бизнесе уже много лет, как, пускай не за 18, пускай за 10 лет, что изменилось в, не знаю, в умах, во взглядах, в стратегиях участников рынка? Какие, вот, может, на собственном примере, может, на примере коллег, как люди мыслили о рознице 10 лет назад, и как это происходит теперь? Ну, знаете, я отвечу совсем общее. Мы, когда 25 лет назад, у нас в этом году от компании 25 лет исполнилось, мы когда начинали, конечно, это была, наша страна была в состоянии всеобщего стартапа. То есть ничего не было, все начинали с нуля. Был всеобщий стартап. Но он стартап был везде, в том числе и в головах. Понятно, что все эти 25 лет, ну, я считаю, что все, ну, как минимум лучшие представители вообще всего нашего бизнеса, страны, да, мы непрерывно чему-то учились. И, конечно, там и за 25 лет, и за 18, и за 10, и даже за последние 5, мы много чего нового там узнали, поняли, научились. Мы, конечно, сегодня существенно дальше от того безграмотности, да, где мы были там 25 лет назад. Но нам, я считаю, еще есть куда расти. То есть мы много чему научились, мы прошли огромный путь, но еще нам идти, идти, идти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова